Беседа 16.168. Матфея 5.17. Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков, и нарушить пришел я, но исполнить. Но кто и думал об этом? Или кто обвинял его в этом и вызывал на такой ответ? Сказанные им слова совсем не возбуждали такой мысли. Его заповеди быть кроткими, тихими, милосердными, чистыми сердцем и подвязать за правду ничего подобного не показывали, но даже совершенно противное. Итак, для чего же он сказал это? Без сомнений, ни без причины, ни без цели. Так как он намеревался дать заповеди выше древних, как видно из слов его. Вы слышали, что сказано было древним «не убить», а я же говорю вам «не гневайтесь» и положить путь к некоему божественному и небесному образу жизни, чтобы новость учений не смутила сердец слушателей и не заставила их сомневаться в его наставлениях. Он и предупреждает их словами «не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков». Иудеи, хотя и не исполняли закона, имели однако же к нему великое уважение. И хотя каждодневно нарушали его своими делами, тем не менее желали, чтобы Писание оставалось неприкосновенным и чтобы никто ничего не прибавлял к нему. Впрочем, они строго держались и некоторых прибавлений, сделанных их начальниками, хотя последние клонились не к лучшему, а к худшему. Так, например, этими прибавлениями нарушалось должное почтение к родителям, да и многие другие обязанности подрывались этими неуместными дополнениями. Итак, поскольку Христос происходил не из священнического колена, а то, что Он вознамерился ввести, было прибавлением, которое, впрочем, не уменьшало добродетель, но возвышало ее, то Он предвидел, что и то, и другое могло бы смутить их. И потому, прежде чем начертать свои чудные законы, опровергая те сомнения, которые могли скрываться в уме их. В чем же могли заключаться их сомнения и возражения? Они думали, что Христос говорит это для уничтожения древних постановлений закона. Это-то подозрение Он и удаляет. Так Он делает не только здесь, но и в других случаях. Так, когда иудеи почитали Его противником Богу за нарушение субботы, то, чтобы опровергнуть такое их мнение и защитить себя в одном случае, Он употребляет слова, приличные Ему, как Сыну Божию, говоря «Отец мой делает, и я делаю». А в другом, исполненное смирение, как, например, когда показывают, что для спасения овцы, погибшей в субботу, может быть нарушение закона, так же, когда замечает, что и обрезание совершается в субботу. Для того Он часто и говорит так смиренно, чтобы истребить их мнение, будто Он поступает противно Богу. Для того-то, когда и Лазаря вызывал из гроба, обратился с молитвой к Богу, несмотря на то, что прежде, единым словом воскрешал многих мертвых. А чтобы отсюда не заключили, что Он мнение Отца Своего, предупреждая такое мнение, присовокупляет, что ради народа, стоящего здесь, сказал сведе, да имеют веру, что Ты послал меня. Таким образом, Он не все чудеса производит, как полновластный владыка, для того, чтобы исправить ошибочное об нем мнение иудеев, но и не пред каждым обращается с молитвой к Богу, чтобы впоследствии времени не подать случаи к превратному мнению, будто Он был слаб и бессилен. Но в иных случаях поступает так, а в других иначе, и делает так не без разбора, но со свойственной Ему мудростью. Важнейшие чудеса Он совершает, как полномочный владыка, а в менее важных возводит очи к небу. Так, когда Он отпускает грехи, открывал тайну, отверзал рай, изгонял бесов, очищал прокаженных, подпирал смерть, воскрешал многих мертвых, все это совершал одним велением, а умножая хлебы, что было менее важно, обращается к небу. Очевидно, что Он делает это не по слабости. В самом деле, если Он мог полновластно совершить большее, то какую имел надобность в молитве для совершения меньшего? Без сомнения, Он делал это, как я и прежде сказал, для обуздания бесстыдства иудеев. То же самое должен ты думать и в тех случаях, когда слышишь, что Он говорит со смирением. Много Он имел причин так говорить и действовать. Как-то, чтобы не подумали, что Он действует не по воле Божией, чтобы подавать наставления и врачевания всем, чтобы научать смирению, чтобы показать, что Он облегчен плотью, и что иудеи не могут принять с Его вдруг. Также, чтобы научить их немного о себе думать. По этим-то причинам часто и говорил сам о себе со смирением, предоставляя говорить о Нем великое другим. 170. Так сам Он, беседая с иудеями, говорил, прежде нежели был Авраам, я есмь. А ученик Его сказал об этом так, вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. Опять сам Он нигде прямо не говорит, что Он сотворил небо и земли и море, и все видимое и невидимое. А ученик Его смело и не обинуясь ни один или два раза, но многократно говорит об этом. И все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть. Также и в мире был, и мир через Него начал быть. Да и чему удивлять, если другие об Нем сказали боли, нежели Он сам, когда Он, многое не выражая ясно словами, показывал делами. Что Он сотворил человека, то ясно доказал исцелениями слепого. Между тем, говоря о сотворении человека вначале, не сказал «я сотворил», но сотворивший мужеский пол и женский сотворил их. Равным образом, что Он создал мир и все находящееся в Нем, то доказал ловитвой рыб, притворением воды в вину, умножением хлебов, украшением бури на море, лучезарным светом, которым воссиял Он на кресте и многими другими чудесами. Хотя на словах Нигде ясно не выражало этого, но ученики Его, Иоанн, Павел и Петр, говорят о том весьма часто. Если эти ученики, которые днем и ночью слышали Его беседы, видели чудотворение, которым Он многое разрешал наедине, даровал силу даже воскрешать мертвых, и которых наконец-то делал столь совершенными, что они для Него оставили все, если они, вошедшие на такую степень добродетели и любомудрия, не могли еще сносить всего прежде, чем приняли дары Святого Духа, то каким образом иудейский народ, который не имел ни такого познания, ни такой добродетели, и только иногда был свидетелем того, что делал или говорил Христос, уверился бы, что Он поступает согласно с волей Бога всяческих, если бы сам Иисус не оказывал во всем Своего снисхождения. Вот почему и нарушая, например, субботу, Он не вдруг ввел такое законоположение, но наперед представил многие различные причины. Если же намереваясь отменить ей одну заповедь, Он употребляет такую осторожность в словах, чтобы не устрашить слушающих, то когда присоединял к целому прежнему закону целый, новый, тем более имел нужду предуготовлять слушателей своих и применяться к их состоянию, чтобы не возмутить их. По той же причине Он о своем божестве не везде ясно говорит. В самом деле, если прибавление к закону так возмущало их, то не гораздо ли более возмутило бы их то, когда Он объявил бы себя Богом? Потому Он и говорит много такого, что ниже Его божественного достоинства. Так точно и здесь, намереваясь восполнить закон, приступает к этому с великой осторожностью. Недовольствуясь тем, что сказал уже раз, я не разорю закона, он повторяет тоже и в другой раз, и при том еще с большей выразительностью, сказав, не думайте, что я пришел нарушить закон, или пророков, не нарушить пришел я, но исполнить. Этими словами обуздывается не только бесстыдство иудеев, но и заграждается уста еретиков, утверждающих, что древний закон произошел от дьявола. В самом деле, если Христос пришел разрушить власть дьявола, то каждого не только не разрушает ее, но еще и исполняет. Он не только сказал не разоряю, хотя и того было бы довольно, но еще прибавил исполняю, а это показывает, что он не только не противился закону, но еще и одобрял его. Но каким образом спросишь, что он не нарушил закона? И как исполнил закон или пророков? Пророков тем, что подтвердил делами своими все, что они говорили о нем. Почему евангелист постоянно говорит, да сбудется реченное пророком, например, когда он родился, когда отроки воспели ему чудную песнь, когда воссел на сленка, да и во многих других случаях он исполнял пророчества, которые все остались бы без исполнения, если бы он не пришел в мир. А закон исполнил не в одном отношении, но в трояком. Во-первых, он ни в чем не приступил его, чтобы увериться, что он исполнил весь закон. Послушай, что он говорит Иоанну. Так подобает нам исполнить всякую правду. Равным образом и иудеям он говорил, кто облечит вас, меня о грехе, также ученикам своим, ибо идет князь мира сего и во мне не находит ничего. И зревле, и пророк предсказал о нем, что он греха не сотворил. Исайя 53.9. Итак, вот первый способ, которым он исполнил закон. Во-вторых, он исполнил закон за нас. Поистине достойно удивления, что он не только сам исполнил закон, но и нам даровал его исполнение, как то и изъясняет Павел, говоря, что конец закону Христос в праведность всякому верующему, и что он осудил грех во плоти, чтобы оправдание закона исполнилось на нас, входящих не по плоти. И в другом месте. Итак, что уничтожаем? Закон веры? Никак, но закон утверждаем. Так как цель закона состояла в том, чтобы сделать человека праведным, чего, однако, что он не мог сделать, то этому назначению закона удовлетворил сам Господь, не сшед на землю и установив образ оправдания через веру. И чего закон не мог сделать посредством букв, то сам Христос совершил через веру, почему и, говорит, не пришел нарушить закон. 172. Если же кто тщательно будет исследовать, то найдется еще и третий образ исполнения закона. В чем же состоял он? В учреждении того закона, который Христос имел дать. В самом деле, его учение не уничтожало прежнего закона, но возвышало и восполняло его. Так, например, заповедь не убей, не уничтожается заповедь, не гнивайся. Напротив, последнее служит дополнением и утверждением первой. То же самое должно сказать и о всех прочих. Бросая первые семена своего нового учения, Христос не навлек на себя никакого подозрения. Но теперь, когда он начал сравнивать верхний закон с новым, тем более мог быть подозреваем в противоречии первому. Почему предварительно и сказал, не пришел нарушить закон, но исполнить. Действительно. Заповеди, предлагаемые теперь, уже основывались на прежде сказанном. Так, например, слова «блажены нищие духом» означает то же, что и повеление не гневаться. «блажены чистые сердцем», то же, что и запрещение взирать на жену с вожделением. Заповедь, не скрывать себе сокровища на земле, соответствует словам «блажены милостивые». Плакать, претерпевать гонения, поношения значит то же самое, что и входить узкими вратами. Алкать и жаждуть правда означает не что иное, как требования, выраженные в словах. И как хотите, чтобы поступали с вами люди, так делайте и вы. Когда Христос ублажает миротворца, то высказывает почти то же самое, что выражено в повелении оставить дар и поспешить помириться с оскорбленным братом и согласиться с соперником. Различие лишь в том, что там Христос исполняющим заповеди обещает награды, а здесь приступающим их угрожает наказанием. Там говорит, что кроткие наследуют землю, а здесь что тот, кто назовет брата своего безумным, будет повинен гиене огненной. Там говорит, что чистые сердца музырят Бога, а здесь что воззревший на жену нечистым оком является уже настоящим прелюбодеем. Там миротворец называет сынами Божьими, а здесь немиролюбивых устрашает словами, чтобы не предал тебя соперник судье. Там плачущих и претерпевающих гонений называет блаженными, а здесь подтверждает то же самое, угрожает гибелью тем, кто не идет этим путем. Так как, говорит, идущие широким путем погибают. Та же и слова «не можете служить Богу и мамоне». Кажется мне сходной с изречением блаженной милостивой и жаждущей правды. Но здесь, как я и выше заметил, Господь намеревается прежде сказанное изложить яснее, и не только яснее, но еще и с дополнением. Так, например, он не только повелевал быть милостивым, но еще отдавать себя и нижнюю рубашку, не только быть кротким, но хотящему ударить в ланиту, поставить и другую. Потому-то, чтобы предотвратить мнимое противоречие, он и говорит, что пришел не разрушить закон и повторяет это, как и прежде сказал, не однажды, но два раза. Итак, я пришел не нарушить закон или пророков, не нарушить пришел я, но исполнить. И далее говорит, ибо истина, истина, говорю вам, доколе не предет небо и земля, ни одна иота или ни одна черта не предет из закона, пока не исполнится все. Слова эти имеют такой смысл. Невозможно, чтобы закон остался без исполнения, но и малейшая черта его должна быть выполнена, что и доказал Господь своим примером во всей точности исполнивший закон. Здесь также он дает нам разуметь, что и весь мир должен принять иной вид. Не без причины он сказал так, но с той целью, чтобы возвысить дух слушателя и показать, что он праведно поступает, учреждая новые правила жизни. Если вся тварь должна принять новый вид, то и род человеческий должен быть призван к другому отечеству, к образу жизни высшей. И так, кто нарушит одну из заповедей сих малейших и научит так людей, тот малейшим наречется в царстве небесном. Устранив от себя всякое подозрение и заградив уста тех, кто вздумал бы противоречить, Господь начинает уже возбуждать страх и предлагать сильные угрозы для ограждения вводимого им закона. От что приведенные слова его относятся не к древним заповедям, но к тем, которые он сам намеревался дать, это видно и из дальнейшего. А кто сотворит и научит, тот великим наречется в царстве небесном, ибо, говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в царство небесное. Если бы его угрозы относились к нарушителям Ветхого Завета, то для чего бы говорить ему, если не превзойдет. Те, кто делает то же, что и фарисеи, без сомнений, не могли перед ними иметь никакого преимущества в праведной жизни. В чем же состояло это преимущество? В том, чтобы не гневаться, не смотреть на жену любострастным оком. 174. Почему же он называет эти новые заповеди малыми, когда они так важны и высоки? Потому что он сам хотел дать этот закон. Как он смирил себя самого и во многих местах говорит о себе скромно, так говорит и о законе своем, научая этим и нас всегда быть скромными. при том же, так как его могли подозревать в нововведении, то он до времени употребляет смиренный образ выражения. Когда ты слышишь слова меньше царствия небесном, то разумение иное что, как гиенну или мучение. Царствием он называет не только наслаждение будущими благами, но и время воскресения и страшное второе пришествие. В самом деле, возможно ли, чтобы тот, кто назовет брата своего глупым и нарушит одну заповедь, был ввержен в гиенну, а кто нарушит весь закон и других доведет до того же, будет находиться в царстве? Не это, следовательно, разумеется, здесь, но то, что нарушитель закона в то время будет меньшим, то есть отверженным, последним, а последний без сомнения ввержен будет тогда в гиенну. Будучи Богом, Христос предвидел беспечность многих, предвидел, что некоторые примут слова его за преувеличение и будут умствовать о законе так. Неужели тот будет наказан, кто назовет брата своего глупым? Неужели тот прелюбодей, кто только посмотрит на жену? Преоспрощая такое небрежение к закону, он и произносит страшные угрозы против тех и других, то есть и против нарушителей закона и против тех, которые других доводят до этого. Зная такие угрозы, постараемся и сами не нарушать закона и не будем ослаблять ревности в других, желающих соблюдать его. А если кто сотворит и научит, тот великим наречется в царстве небесном. Мы должны быть полезны не только для самих себя, но и для других. Неодинаковую награду получает тот, кто только сам добродетелен и тот, кто ведет с собою к тому же и другого. Как учение, не оправдываемое делами, осуждает учащего? Как же, уча другого, говорит апостол, не учишь себя самого, так и добрые дела, если мы не будем в то же время руководить и других, получает меньшую награду. Итак, в том и другом надо быть совершенным, исправив прежде самого себя, должно приложить старания и о других. Потому-то и сам Христос поставил прежде дела, а потом учения, показывая, что только таким образом можно учить с успехом. В противоположном же случае скажет врач исцелись сам. В самом деле, если кто, будучи не в состоянии научить себя самого, думает исправлять других, тот сделается для многих предметом посмеяния, вернее же он совсем не в состоянии будет учить, так как дела его будут противоречить его учению. А если он будет совершен в том и в другом, то великим наречется в царстве небесном. Здесь по словам праведности разумеет он и вообще добродетель, как и в повествовании об Иове сказано «был человек непорочен, праведен». В таком же смысле апостол Павел праведником называет того, для которого по словам его и закон не положен, ибо закон написан не для праведников. Да и во многих других местах можно видеть, что слово это употребляется для обзначения вообще добродетели. Из слов Христа ты можешь, между прочим, видеть, как приумножилась благодать, если Христос желает, чтобы ученики его, едва вступившие на путь правды, были лучше учителей ветхозаветних. Говоря о книжниках и фарисеях, он не разумеет преступающих закон, но исполняющих его. Если бы это были люди, не исполняющие закона, то он не сказал бы об их правде, и правду, которой нет, не стал бы сравнивать с правдой существующую. Заметишься здесь и то, как он подтверждает существование древней правды, сравнивая ее с новою, а это показывает, что та и другая сродны между собой, так как больше или меньше или правда, но все-таки правда. Итак, Христос не хулит древней правды, а хочет возвысить ее. В самом деле, если бы она была худа, то он не стал бы требовать высшей, не стал бы совершать ее, но просто отверг бы, но скажешь, если она в самом деле такова, отчего же ныне не вводит в царствие? Она не вводит тех, которые живут после пришествия Христова, так как они, получившие большую силу, должны оказать и более подвигов. Питомцев же своих вводит всех. Многие придут от востока и запада, говорит Господь, и возлягут с Авраамом, Исааком и Яковом. Так известно, что Лазарь, достойшийся великих наград, и вообще все, особенно просиявшие в Ветхом Завете, просияли этой правдой. И сам Христос, пришедший в мир, не исполнил бы этой правдости целой, если бы она была худа и несродна с новою. Если бы он делал это только для того, чтобы привлечь иудеев, а не для того, чтобы показать ее сродство и согласие с новою, то почему не исполнил он законов и обычаев еленских, чтобы привлечь к себе еленов? 176. Что Ветхозаветная правда не потому не вводит в царствие, что она худа, но потому, что настало время заповедей высших. Если она и несовершеннее и новая, то и отсюда не следует, чтобы она была худа. Иначе на том же основании можно было бы сказать то же самое и о новой правде. Ведь и ее знание в сравнении с будущим есть знание отчасти несовершенное, и когда наступит совершенное, то упразднится это. Когда придет Павел говорит совершенное, тогда то, что отчасти упразднится, это-то и случилось с древней правдой по разведению новой. Однако из-за этого мы не будем охуждать настоящей правды, хотя она и уступит место новой, когда мы достигнем царствия, так как тогда по Писанию то, что отчасти упразднится, но все же мы называем ее великою. Итак, когда Господь обещает нам и высшие награды, и большую силу от Духа Святого, то по справедливости требует и больших подвигов. Здесь обещается уже не земля, текущая молоком и медом, ни маститая старость, ни многочадия, ни хлеб и вино, ни стадовец и волов, но небо и благо небесное, усыновление и братство с единородным соучастием в наследии, славе и царствовании, и другие бесчисленные награды. А что мы удостоились и большей помощи, это видно из следующих слов апостола Павла. Ибо нет ныне никакого осуждения тем, кто во Христе Иисусе живет не по плоти, но по духу. Ибо закон духа жизни освободил меня от закона греха и смерти. Таким образом, изрекший угрозы против преступающих закон и обещав великие награды исполняющим его, показал затем, что по праву требует от нас более прежнего. Христос начинает наконец предлагать новый закон, притом не просто, но сравнивая его с постановлениями древнего закона. Таким сравнением он хотел показать во-первых, что его законоположение не противоречит прежнему, но весьма согласно с ним. Во-вторых, что он справедливо и весьма благовременно к древнему закону присоединяет новый. Чтобы это было для нас очевиднее, выслушаем самые слова законодателя. Что же он говорит? Вы слышали, что было сказано древним? Не убей! Хотя он сам дал эту заповедь, но пока говорит об этом безлично. В самом деле, если бы он сказал, вы слышали, что я говорил древним, то слушатели не приняли бы такие слова и оскорбились бы ими. Если бы сказал так же, вы слышали, что сказано древним этот самый его, а потом присокупил бы, и я говорю вам, то слова его показались бы своим великою самонадеянностью. Поэтому он просто говорит сказано, имея своей целью показать только то, что он в надлежащее время говорит об этом. Из слов сказано древним видно было, что уже много времени протекло с тех пор, как иудеи получили эту заповедь. А это он делает для того, чтобы пристыдить слушателя, отказывающегося от исполнения высших заповедей. Подобно, как бы учитель говорил ленивому ребенку, и ты не знаешь, сколько потерял времени, учащихся складам, тоже давал разуметь и Христос, когда упомянул о древних. Желая призвать слушателей уже к высшему учению, он как бы так говорил, уже довольно времени вы занимались этим, пора, наконец, перейти к высшему. Достойно замечания и то, что Господь не смешивает порядка заповедей, но начинает с первой, которую начинается и закон. Это показывает согласие его с законом. А я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата своего, напрасно подлежит суду. Видишь ли власть совершенную? Видишь ли образ действия, приличествующий законодателю? Кто так говорил когда-нибудь из пророков? Кто из праведников? Кто из патриархов? Никто. Так говорит Господь, говорили они, но не так говорит сын. Те возвещали слова владыки, а он слова отца своего. Слова же отца суть вместе слова и сына. Все мое твое и твое мое говорит Христос. Те давали закон подобным себе рабам, а он рабам своим. Теперь спросим тех, которые отвергают закон. Заповедь не гневайся, противоречит ли заповеди не убей. Или напротив, она есть усовершенствование и подтверждение последней. Очевидно, что первое служит дополнением второй, а потому и важнее ее. Кто не предается гневу, тот без сомнения не решится на убийство. Кто обуздывает гнев свой, тот конечно не даст волю рукам своим. Корень убийства есть гнев, поэтому кто исторгает корень, тот без сомнения будет отсекать ветви. Или лучше, он не даст им и возникнуть. Итак, не для нарушения древнего закона, но для большего сохранения его Христос дал закон новый. В самом деле, с какой целью древний закон предписывал эту заповедь? Не стоило, чтобы никто не убивал ближнего своего. Итак, восставшему против закона надлежало бы позволить убийство, потому что заповедь не убей, противоположно позволение убивать. Когда же Христос запрещает даже и гневаться, то тем более еще утверждает то, чего требовал закон, потому что не так удобно воздержать от убийства человеку, имеющему в мыслях только то, чтобы не убивать, как тому, кто истребил и самый гнев. Этот последний гораздо более удален от такого поступка. Но чтобы и другим образом опровергнуть наших противников, рассмотрим все их возражения. Что же они говорят? Они говорят, что Бог, сотворивший мир, повелевающий солнцу сиять на злых и добрых, посылающий дождь на праведных и неправедных, есть какое-то существо злое, а умереннейшее из них, хотя этого не утверждает, но называя Бога правосудным, не признают его благим. Дают Христу другого какого-то Отца, которого и нет, и который ничего они называют неблагим, пребывает в своей области и сохраняет принадлежащие ему, а Бог благий входит в чужую область и без всякого основания хочет сделать спасителем того, чего не был творцом. Видишь ли, как чадо дьявола говорят по научению Отца своего, признавая творение чуждым Богу, вопреки словам Иоанна, пришел к своим и в мире был, и мир через него начал быть. Далее рассматривает древний закон, который повелевает исторгать око за око и зуб за зуб. Тот сейчас возражает, как может быть благим тот, который говорит это? Что же мы ответим им? То, что это напротив, есть величайший знак человеколюбия Божия. Не для того он постановил такой закон, чтобы мы исторгали глаза друг у друга, но чтобы не причиняли зла другим, опасаясь потерпеть то же самое и от них. Подобно тому, как угрожая погибелью невитянам, он не хотел их погубить, ведь если бы он хотел этого, то ему надлежало бы умолчать, но хотел только внушив страх сделать их лучшими, дабы оставить гнев свой. Так точно и тем, которые так дерзки, что готовы выколоть у других глаза, определил наказание с той целью, что по крайней мере страх препятствовал им отнимать зрение у ближних, если они по доброй воли не захотят удержаться от этой жестокости. Если бы это была жестокость, то жестокостью было бы и то, что запрещается убийство, возбраняется прелюбодеяние, но так говорить могут только сумасшедшие, дошедшие до последней степени безумия. А я столько страшусь назвать эти постановления жестокими, что противно им почел бы делом беззаконным, судя по здравому человеческому смыслу. Ты говоришь, что Бог жесток, потому что повелел исторгать око за око? А я скажу, что когда бы он не дал такого повеления, тогда бы справедливее многие могли почесть его таким, каким ты его называешь. Положен, что всякий закон утратил свое значение, и никто не страшится определенного им наказания, что всем злодеям, и прелюбодеям, и убийцам, и ворам, и клятвопреступникам, и отцеубийцам, предоставлена свобода жить без всякого страха по своим склонностям. Не неизвратится ли тогда все, не наполнится ли бесчисленными злодеяниями и убийствами города, торжища, домы, земля, море и вся вселенная? Это всякому очевидно. Если при существовании законов, при страхе и угрозах злые намерения едва удерживаются, то когда бы была отнята и эта преграда, что тогда препятствовало бы людям решать себя на зло? Какие бедствия не вторглись бы тогда в жизнь человеческую? Не то только жестокость, когда злым позволяют делать, что хотят, но и то, когда человека, не учинившего никакой несправедливости и страдающего невинно, оставляют без всякой защиты. Скажи мне, если бы кто-нибудь собрал отовсюду злых людей, вооруживших мечами, приказал им ходить по всему городу и убивать всех встречных, могло ли бы что-нибудь быть бесчеловечнее этого? Напротив, если бы кто-нибудь другой связал этих вооруженных людей и силой заключил их в темницу, а тех, которым угрожала смерть, исхитил бы из рук беззаконников, может ли быть что-нибудь человеколюбивее этого? Теперь примени эти примеры и к закону. Повелевающий исторгать око за око налагает этот страх как некие крепкие узы на души порочных и уподобляется человеку, связавшему вооруженных злодеев. А кто не определил бы никакого наказания преступникам, тот вооружил бы их бесстрашием и был бы подобен человеку, который раздал злодеям мечи и разослал их по всему городу. 179 Видишь ли, что заповеди Божии не только не жестоки, но еще исполнены великого человеколюбия? Если же ты за это называешь законодателя жестоким и тяжким, то скажи мне, что труднее и тягостнее не убивать или даже и не гневать? Кто более строг, тот ли, кто определяет наказание за человекоубийство или тот, кто налагает его даже из-за гнев? Тот ли, кто карает прелюбодея по совершению греха или тот, кто за самое вожделение подвергает наказание и наказание вечному? Видите ли, как мы дошли до заключения совершенно противного лжеумствованиям еретиков. Бог древнего закона, называемый ими жестоким, оказывается кротким и милостивым. Бог же нового закона, признаваемый ими за благого, представляется по их безумию строгим и жестоким. Но мы исповедуем единого законодателя в ветхом и новом завете, который все устроил, как нужно было, и по различию самых времен постановил и два различных закона. Итак, ни ветхозаветные заповеди не были жестоки, ни новозаветные, ни обременительные, ни тягостные. Но и те, и другие показывают одинаковую попечительность и любовь. А что и ветхий закон дал сам Бог? Послушай, как говорит об этом пророк, или лучше сказать, что говорит сам он в лице пророка. «Завещаю вам завет новый, не по тому завету, по которому ходили отцы ваши». Если же кто зараженный нечестием манихейским не принимает этих слов, тот пусть послушает Павла, который говорит то же самое. у Авраама было два сына. Один от рабы, а другой от свободной. Это есть два завета. Как там две различные жены, но муж их один, так и здесь два завета, но законодатель один. А чтобы ты знал, что в том и другом открывается одно и то же человеколюбие, для этого там он сказал око за око, а здесь, если кто ударит тебя в одну щеку, поставь к нему и другую. Как там он отклоняет человека от обиды страхом наказания, так равно и здесь. Каким же образом это скажешь ты, когда он повелевает обратить другую ланиту? Ну так что из этого, давая такую заповедь, он не освобождает от страха, повелевает только дать ему свободу, вполне удовлетворить свой гнев. Господь не говорит, что оскорбляющий останется без наказания, но только не велит тебе самому его наказывать. И как на того, кто ударил, наводит больший страх, если он пребудет во гневе, так утешает и того, кто получил удар. Но все это я говорил, рассуждая мимоходом, о всех заповедях. Теперь надо обратиться к нашему предмету и изъяснить все вышесказанное по порядку. Гневающийся на брата своего напрасно повинен будет суду, говорит Христос. Этими словами он не устраняет гнев совершенно, во-первых, потому что человек не может быть свободен от страстей, он может сдерживать их, но совершенно не иметь их невластен, во-вторых, потому что страсть гнева может быть и полезной, если только мы умеем пользоваться ей в надлежащее время. Посмотри, например, сколько добра произвел гнев Павла против Коринфян. Он избавил их от великого вреда. Равным образом посредством гнева он обратил отпавший народ галатийский и многих других. Когда же бывает приличное время для гнева? Тогда, когда мы не за себя самих отмщаем, но обуздываем дерзких и обращаем на прямой путь беспечных. А когда гнев неуместен? Тогда, когда мы гневаемся, чтобы отомстить за самих себя, что запрещает и апостол Павел, говоря, не мстите за себя возлюбленные, но дайте место гневу Божию. Когда ссоримся из-за денег, чего тоже апостол не позволяет, говоря, для чего бы лучше вам не остаться обиженными, для чего бы лучше не терпеть лишения. Как этот последний гнев излишен, так первый нужен и полезен. Но многие поступают наоборот. Они приходят в ярость, когда обижают их самих, но остаются холодные и малодушествуют, когда видят, как подвергаются обиде другой. То и другое противно законам евангельским. Итак, не гнев, собственно, есть нарушение закона, но гнев неблаговременный. Почему и пророк сказал, гневаясь, не согрешайте. Псалом 4,5. Кто скажет брату своему рака, тот повинен будет суду. Судом здесь Господь называет судилище еврейское. Он упоминает о нем теперь для того, чтобы не подумали, что он во всем вводит новое и небывалое слово рака составляет не составляет большой обиды. Оно выражает это некоторое презрение или неуважение со стороны того, кто его произносит. Подобно тому, как мы приказывая что-нибудь слугам и другим низкого состояния людям, говорим «Пойди ты туда, скажи ты тому-то», так точно и говорящие сирским языком употребляют слово рака вместо слова «Ты». Но человеколюбивый Бог, чтобы предотвратить большие обиды, хочет прекратить и самые малые, повелевая нам во взаимном обращении соблюдать приличие и надлежащее друг другу уважение. Если же кто скажет брату своему безумный, подлежит гиене огненной. Для многих эта заповедь кажется тяжкой и неудобно исполнимой, потому что кажется невозможным, чтобы мы за одно простое слово подвергались столь великому наказанию. И некоторые полагают, что это сказано скорее гиперболически, но я страшусь, как бы нам за то, что будем обощать тебя такими словами здесь, не потерпеть жесточайшего наказания, на самом деле там, 181. Почему в самом деле скажи мне эта заповедь кажется тебе тяжкою? Разве ты не знаешь, что большая часть грехов и наказаний происходит от слов, через слова происходят хулы, через слова отречения от Бога, ругательства, обиды, клятва преступления, лжесвидетельства и убийства. Итак, не смотри на то, что тут только одно слово, но разбери, не влечет ли оно за собой великой опасности, или не знаешь, что во время ссоры, когда возгорается гнев, и душа воспламеняется, и самая ничтожная мелочь представляется чем-то великим, и не очень обидное слово кажется нестерпимым. Такие мелочи весьма часто порождают убийства и разрушают целые города. Как дружба и тяжкое делает легким, так напротив, вражда и малые превращаются в несносные, и хотя бы что часто сказано было просто, во вражде представляется, что это сказано злым намерением. Да коли огонь заключается в малой искре, до тех пор, сколько бы ни прикладывали к ней дров, они не загорятся. Но когда пламя разгорится и поднимается высоко, то пожирает с легкостью не только дрова, но даже камни и всякое другое вещество, какое только не бросит в него. Даже и то, чем обычно гасит огонь, теперь еще более воспламеняет его. Тогда, как говорят некоторые, не только дрова, лен и другие удобно сгораемые вещества, но самая вода, которую льют на огонь, увеличивает его силу. Так и при гневе всякое слово тотчас обращается в пищу этому злому огня, чтобы предотвратить все это Христос и подвергает гневающийся напрасно суду, говоря, гневающийся повинен будет суду, а того, кто скажет, предает сонну судилище. Но эти наказания еще не так велики, потому что они совершаются здесь, но тому, кто назовет другого уродом, он угрожает огнем гиенским. Здесь первый раз Христос употребил слово гиенна. Сначала он беседовал о царстве, а потом упоминает и о гиене. Показывает, что первым удостаиваемся по его человеколюбию и воле, а в последний ввергаем себя по своей беспечности. Смотри, как постепенно он переходит от малых наказаний к большим и кем как бы защищает себя перед тобою, показывает, что он сам вовсе не хотел употреблять подобных угроз, но что мы сами заставляем его произносить такие приговоры. Я сказал тебе, говорит он, не гневайся напрасно, потому что повинен будешь суду. Ты пренебрег этим первым предостережением. Смотри же, что породил гнев твой. Он сказал брату своему рака. За это я поверг тебя еще другому наказанию, суду сонныще. Если ты презревший это прострешь дали свою наглость, то я не стану более налагать на тебя таких умеренных наказаний, но подвергну тебя вечному мучению гиенскому, чтобы ты наконец не покусился и на убийство. Подлинно ничто ничто не бывает так несносно, как оскорбление. Ничто столько не угрызает душу человеческую, а чем язвительнее слова обидные, тем сильнейший возгорается огонь. Итак, не почитай за маловажное, называй другого уродом, безумным. Когда ты отнимаешь у брата своего то, чем мы отличаемся от бессловесных, и что преимущественно делает нас людьми, то есть ум и рассудок, ты через это лишаешь его всякого благородства. Итак, не на слова только должны мы обращать внимание, но и на самое дело и на страсть, представляя то, какой удар нанести может слово, и какое причинить зло. Вот почему и Павел извергает из царствия не только прелюбодеев и блудников, но и обидчиков. И весьма справедливо. В самом деле обидчик разоряет благо, созидаемое любовью, подвергает ближнего бесчисленным бедствиям, производит непрестанные вражды, разрывает члены Христовы, ежедневно изгоняет любезный Богу мир, и своими ругательствами уготовляет дьяволу просторное жилище и способствует его усилению. Потому и Христос, чтобы ослабить крепость его, постановил этот закон. Он имеет великое попечение любви, поскольку любовь есть мать всех благ. Есть отличительный признак его учеников, она одна содержит в себе все наши совершенства. Поэтому Христос справедливо с такой силой истребляет самые корни и источники вражды, разрушающие любовь. И так не думать, чтобы в словах Христовых было преувеличение, но размыслив, какие от этих постановлений происходят блага, удивляйся их кротости. Ведь Бог ни о чем так не печется, как о том, чтобы мы жили в единении и союзе между собою. Потому-то Господь и Сам, и через Своих учеников, как в Новом, так и Ветхом Завете много говорит об этой заповеди и показывает себя строгим мстителем и карателем за пренебрежение ею. Ничто столько не способствует к введению и укоренению всякого зла, как истребление любви, почему и сказано, когда умножится беззаконие, то иссякнет любовь. Так Каин сделался брата-убийцей, так предали жестокость Исафы, братья Иосифовы, так бессильственное множество зол вторглось в мир от разрыва любви. Потому то Христос со всей заботливостью истребляет все то, что разрушает любовь. 183. Но не останавливаясь на этом, Господь присовокупляет к сказанному еще новое наставление, из которых видно, сколько Он печется о любви. Прежде Он угрожал сонмищем, судом, и гиенную, а теперь предлагает новое правило, согласное с прежними, говоря так. Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь дар твой там, перед жертвенником, и пойди прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой. О, благость, о, неизглаголанное человеколюбие, Господь повелевает, чтобы поклонение ему оставлено было ради любви к ближнему, и тем показывать, что и прежние угрозы происходили не от неприязненности или желания наказывать, но от избытка любви. Какая кротость может сравнить с той, которая выражается в этих словах? Пусть, говорит он, прервется служение мне, только бы сохранилась твоя любовь, потому что и то жертва, когда кто примиряется с братом. Потому-то он не говорит примирись, но по принесению или прежде принесения дара, но посылает примириться с братом, когда дар лежит перед алтарем, и жертвоприношение уже начато. не велит взять с собой принесенный дар, не говорит примирись прежде, нежели принесешь его, но повелевает бежать к брату, оставив дар перед алтарем. Для чего повелевает он так поступить? Как мне кажется, он имел двоякую цель. Во-первых, как я уже сказал, он хотел показать, что высоко ценит любовь и почитает ее величайшей жертвой, и без нее не принимает и жертвы вещественной. Во-вторых, хотел поставить необходимую обязанность примирения с ближним. В самом деле, тот, кому велено принести дар не прежде, как примирившись, конечно, поспешит прийти к оскорбленному и прекратить вражду, если не полюбви к ближнему, то, по крайней мере, для того, чтобы жертвоприношение не осталось напрасным. Для того Господь каждому слову придает особенную выразительность, устрашая и побуждая приносящего. В самом деле, не сказал он только оставь дар твой, но присовокупил перед жертвенником, чтобы напоминанием о священной действии привести его в страх. Не сказал только иди, но присовокупляет прежде, и тогда пришед, принеси дар твой. Через нее это он показывает, что трапезы Господни не допускают к себе враждующих друг против друга. Да слышат это посвященные в таинство, но со враждой приступающие к алтарю, да слышат и непосвященные, потому что и к ним относится это слово, и они ведь приносят дар и жертву, то есть молитву и милостыню. А что и это есть жертва, послушай, как говорит об этом пророк. Жертва и хвалы прославит меня. Еще жертва Богу есть жертва хвалы, и в другом месте возъяние рук моих как жертва вечерняя. Салом 49 23 142 Итак, если ты принесешь и молитву с неприязненным расположением, то лучше тебя ставите и пойти примириться с братом и тогда уже совершать молитву. Для того ведь все и устроено было, для того и Бог соделался человеком и совершил все дело искупления, чтобы нас собрать воедино. здесь Христос посылает обидевшего к обиженному и научая молитве ведет обиженного к обидевшему и примиряет их. Здесь говорит, если брат твой имеет на тебя что-либо, иди к нему, а там говорит, прощайте человеком долги их. Впрочем, и здесь мне кажется он посылает обиженного потому, что не говорит попроси брата твоего, чтобы он примирился с тобою, но просто примирись, и хотя по-видимому речь здесь обращена к оскорбившему, но все относится к оскорбленному. Если ты, он примиришься с ним из любви к нему, то и я буду к тебе милостив, и ты можешь приносить жертву с полным дерзновением. Если же гнев еще пылает тебе, то представь, что я сам охотно соглашаюсь на то, чтобы ты оставил на время жертву, только бы вам сделать друзьями. Пусть же это укротит гнев твой, притом он не сказал помирись, когда ты сильно обижен, но сделай это и тогда, когда оскорбление будет маловажно, если имеет что-либо на тебя. Не сказал также, когда ты гневаешься справедливо или несправедливо, но просто, если имеет кто-либо что на тебя, хотя бы даже гнев твой был справедлив, и тогда не должно питать вражды. Так и Христос, невзирая на то, что гнев его против нас был праведен, предал себя самого за нас на заклание, не вменяя нам грехов наших. Потому и Павел, другим образом побуждая нас к примирению, и сказал, солнце да не зайдет во гневе вашем. Как Христос побуждает нас к примирению, указывая время жертвы. Так и Павел увещевает нас к тому же самому, указывая на время дня. Он страшится ночи, опасаясь, чтобы она, застигши в уединении человека, терзаемого гневом, еще более не растравила его раны. В продолжение дня многие могут отвлекать и отторгать нас от гнева, а ночью, когда человек остается один и вдается в думы, волны вздымаются предупреждая это, Павел и хочет, чтобы мы, примирившись, встречали ночь, чтобы дьявол не воспользовался нашим уединением и не разжег сильнее печь гнева. Подобным образом и Христос не терпит ни малейшего отлагательства, чтобы по совершению жертвы, принесший ее, не сделал собеспечнее и не стал бы отлагать примирение со дня на день. Он знал, что эта страсть надо погашать как можно скорее, как мудрый врач предлагает не только предохраняющие от болезни средства, но и служащие к ее изменению. Так поступает и Христос. Запрещение называет другого безумным есть врачество, предохраняющее от вражды, а повеление примириться с ближним служит к удалению болезней, возникающих после вражды. Смотри, с какой строгостью он предписывает исполнять то и другое. Там угрожает гигенною, а здесь прежде примирения не хочет принять и дара, и тем показывает, как велик гнев его против враждующих. Таким образом он оставляет и корень, и плод его. Сперва говорит не гневайся, а потом и не произноси ругательных слов. Поскольку одно усиливается другим, от вражды возрастает ругательство, от ругательства вражда. Потому то если оно уже возрастает и приносит пагубный плод, то сжигает его совершенно. С той же целью, вслед за упоминанием о суде, сонмище, гиене и наставлением касательно принесения жертвы, Христос превосокупляет еще и следующее. Мирись с соперником твоим, скорее, пока ты еще на пути с ним, чтобы соперник не отдал тебя судье, а судья не отдал бы тебя слуге и не вергли бы тебя в темницу. Не говори, что же мне делать, если меня обижают, если отнимают от меня имущество и влекут меня на суд. Христос и в таком случае запрещает питать вражду, отнимая всякий к тому повод и предлог. Так как это повеление было особенно важно, то Господь убеждает к исполнению его указаниям не на будущее благо, а на настоящие выгоды, которые скорее могут обуздывать грубых людей, чем обещания будущего. Ты говоришь, он меня сильнее и причиняет мне обиду, но не причинит ли он тебе еще больше вреда, если ты не примиришься с ним и принужден будешь идти в темницу. Примирившись, ты уступишь имение, но зато тело твое будет свободно, а когда подвергнешь себя приговору судьи, то будешь связан и распри, то приобретешь двоякую пользу. Во-первых, ты не потерпишь никакой неприятности, во-вторых, это будет уже твоя добродетель, а не следствие принуждения. Если же ты не хочешь внять моим увещанием, то не столько причинишь вреда сопернику, сколько себе. Смотри, как Христос и здесь убеждает тебя, скорее примириться, сказав, скорее мирись с соперником твоим, присовокупляет, скорее. Недовольствуется этим, он предлагает новое побуждение искать скорейшего примирения, доколе ты на пути с ним, чтобы через все это сильнее склонить тебя и понудить к прекращению ссоры. В самом деле, ничто столько не нарушает порядка в нашей жизни, как наша медлительность и постоянные отсрочки при совершении добрых дел. Такая медлительность часто бывает причиной того, что мы всего лишаемся. Потому-то, как Павел говорит, прежде, нежели зайдет солнце, прекрати вражду. И выше сам Христос увещевает, прежде, нежели принесешь дар, примирись. Так и здесь он побуждает, к тому же говоря, скорее, доколе ты на пути с ним. Пока еще не дошел до дверей судилища, пока не пристал перед судеею и не оказался в конце концов в его власти. До тех пор, пока ты не зашел в суд, ты полный господин над собой. Но, как скоро переступишь за его порог, ты уже подневольный другого. И, сколько бы ни усиливался, не можешь уже располагать собой, как хочешь. Что же значит примиряйся? Это значит или то, чтобы ты согласился лучше потерпеть обиду, или то, чтобы ты смотрел на дело, поставив себя на месте твоего соперника, чтобы по самолюбию не нарушить справедливости, но рассуждая о своем деле, как о чужом, произнести беспристрастный приговор. Если тебе кажется это слишком великим, то не удивляйся, Христос для того ведь и предвозвестил все известные уже блаженству, чтобы угладивши путь и предуготовив душу слушателя, сделать ее способнейшую к принятию всех этих законов. 187. Некоторые говорят, что Господь под именем соперника разумеет дьявола и не велит иметь с ним никакого дела, что и означает будто бы слова примирились, поскольку от дьявола невозможно избавиться подшествии из этой жизни, когда мы подвергнемся неизбежному наказанию. Но мне кажется, что Он говорит о судьях, о пути суд и о темнице, какие мы видим здесь. Наряду с побуждениями, взятыми от высшего и будущего, Христос устрашает нас и тем, что бывает в настоящей жизни. Так поступает и Павел, убеждая слушателя представлением не только будущего, но и настоящего. Так, чтобы отвесть от зла, он представляет делающему зло человеку начальника с мечом. Если делаешь зло, говорит он, то бойся, ибо он не напрасно носит меч, ибо он слуга Божий. Равным образом предписывая повиноваться начальнику, он представляет побуждением не только страх Божий, но и угрозы начальника, и его она забота, поэтому, говорит, он на пользу тебе. На людей грубых, как я уже сказал, обыкновенно больше действует то, что находится перед их глазами и под ногами, потому и Христос упомянул не только о гиене, но и о суде, о заключении в темницу и о всех бедствиях заключения, желая через все это истребить самый корень убийства. Кто не произносит ругательных слов, не хочет судиться и не усиливать вражды, тот может ли покуситься на убийство. Таким образом, и отсюда видно, что с пользой ближнего сопряжена и наша польза. Примеряющийся со своим соперником гораздо больше сам получит пользу, потому что избавится от судилища, темницы и всех бедствий и заключения. Итак, примем к сердцу эти наставления, не будем производить ни споров, ни ссор, и тем более, что данные повеления еще прежде будущих наград приносят с собой удовольствие и пользу. Если для многих это кажется слишком тягостным и трудным, то пусть они помысят, что делает это для Христа, и тогда тяжкое сделается приятным. Если мы будем постоянно держать этой мысли, то не почувствуем никакой тягости, но все будет приносить нам великое удовольствие. Самый труд не покажется уже трудом, напротив, чем более станет умножать, тем более сделается приятным и сладостным. Итак, когда злой навык или страсть к любостяжанию будет сильно обольщать тебя, вооружись против них этой мыслью. Презревши временное удовольствие, я получу великую награду. скажи душе своей, ты скорбишь о том, что я лишаю тебя удовольствия, но радуйся, потому что я готовлю для тебя небо. Ты трудишься не для человека, но для Бога. Потерпи же немного, и ты увидишь, какая произойдет отсюда польза. Прибудь твердой в жизни настоящей, и ты получишь неизреченную свободу. Если таким образом будешь беседовать с душой, если будем представлять не одну тягость добродетель, но и венец ее, то скоро отвлечем ее от всякого зла. Дьявол обещает нам удовольствие временное, а скорбь уготовляет нескончаемую, и, несмотря на то, преодолевает нас и побеждает, а Бог, напротив, требует от нас труда временного и обещает сладость и пользу вечную. Чем же мы оправдаемся, если после такого утешения не последуем добродетели? Вместо всех иных побуждений и мыслей о цели трудов для нас довольны одной лишь твердой уверенности, что все это мы переносим для Бога. Если тот, кто имеет царя должником своим, почитает себя счастливым и безопасным на всю жизнь, то представь, как счастлив должен быть тот, кто своими добрыми делами и малыми и великими сделал должником своим человеколюбивого Бога, всегда живущего. Итак, не говори мне о тяжести трудов и подвигов. Бог облегчил для нас подвиг добродетели не одной только надеждой на будущее благо, но и другим способом, то есть всегдашним своим содействием и помощью. Тебе стоит только сказать, хотя малое усердие, и все прочее последует само собою. Он для того требует от тебя, хотя малых трудов, чтобы ты оказалась, чтобы и тебе вменена была победа. Как царь повелевает сыну своему стоять в строю и быть на виду, для того, чтобы ему приписывать победу, а между тем сам управляет всем ходом сражения, так и Бог поступает в войне нашей против дьявола. Он требует от тебя только того, чтобы ты решительно объявил себя врагом дьявола, и если ты это сделаешь, то всю войну он сам уже окончит. Воспламеняется ли в тебе гнев или ненасытное желание богатства, появляется ли другая какая-то мучительная страсть, он, как скоро увидит тебя ополчающимся и готовым на брань, тотчас сделает все легким и поставляет выше пламени страстей, подобно тому, как и отроков в печи вавилонской, которые точно так же ничего не показали боли, кроме готовности терпеть. Итак, чтобы и нам здесь утушить горящую печь беспорядочного удовольствия, а там избежать гигиены, будем ежедневно того только желать, о том стараться и пищить, чтобы усердием к добру и непрестанными молитвами привлечь к себе Божие благоволение. Тогда все то, что теперь кажется нам несносным, будет совершенно удобно, легко и вожделенно. Пока мы увлекаемся страстями, до тех пор добродетель почитаем трудную, неудобную и неприступную, а порог любезным и приятным. Но как скоро, хотя немного, станем избегать грехов, порог будет нам казаться гнусным и безобразным, а добродетель легкую, удобную и любезную. В этом могут нас уверить примеры тех, которые исправили жизнь свою. Послушай, как стыдились своих пороков римляне, даже и тогда, когда от них избавились, как свидетельствует Павел. Какой вы имели тогда плод, о чем и ныне стыдитесь, римлянам 6.21. А добродетель, несмотря на понесенные труды, называет он приятной, скорбь мгновенную и труд легким. Радуется в страданиях, веселится в скорбях и хвалится теми язвами, которые приемли за Христа. Итак, чтобы нам достигнуть такого состояния, будем ежедневно устроять жизнь свою согласно с восставлениями Господа, которое мы слышали, и забывая заднее, будем простираться о переднее и стремиться к почести Вышнего звания, чего все мы досподобимся благодати и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, которому слава и держава во веки веков. Аминь.